Используется разный мусор. Как говорится, проволоки, где какие нахожу, металлические предметы всякие, даже из-под всяких вот таких вот средств. Да, ну тут баки из них очень хорошие получились, но илья-мурмцы. Из картона, старых простыней, крышечек, пробочек и деталей от советских игрушек, купленных еще за рубль 60, самарский кулибин Александр Кизельбаш создает шедевры авиаконструкции. Моделист приступил к изготовлению легендарного ПО-2, на котором во время Великой Отечественной войны летала ночная ведьма Ольга Санфирова. Мой бортовой компьютер начинает, там уже придумывают что-то. Сейчас я уже просто подсчитал, какой масштаб, это в каком размере он будет. Это будет 2,85 размах крыла и длина фюзеляжа будет 2 метра. Вот это тоже конструкция наподобие илья-мурмца, тоже биплан, тоже много там всяких расчалок. Тоже будет тканью обклеены. Опыт у конструктора грандиозный. В свое время он принимал участие в строительстве настоящих пассажирских самолетов. Но детская любовь к моделированию привела его сюда, в военно-исторический музей Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа. Единственный в мире самолет времен Первой мировой войны такого масштаба, размах крыльев 3,5 метра, сделан руками Александра и украшает один из залов музея. Мы взяли именно конкретный экземпляр, который выпускался в 1917 году. И именно по фотографиям, по материалам, по чертежам, воссоздали его вплоть до самых мельчайших подробностей. Илья Муромец выполнен с доскональной точностью. Двигатели, бензобак, летчик и пулеметчики – все именно так, как было на самом деле. Такие самолеты прошлого века делались из дерева, поэтому настоящих экземпляров уже не осталось. В Москве есть восстановленная копия этого аппарата в натуральную величину. Самарская модель – вторая по размеру. И пусть летать самолет не способен, но дать представление о том, каким был Илья Муромец, вполне может. Мариана Мирная, Юлия Шугаева, Сергей Баскин. События. Продолжение следует...